Мирные переговоры между Священной Римской империей и Османской империей проходили очень сложно, во многом потому, что в них вмешивался французский король Людовик XIV. Дело в том, что французам было выгодно, чтобы значительная часть армии Священной Римской империи была связана боями против Османской империи и не могла быть переброшена на север для сражения против французских войск в войне за фальское наследство. Пока шли переговоры, Трансильманское княжество из-за ослабления влияния Османского султана принимает решение перейти под защиту Священной Римской империи. Сложившейся ситуации стало очевидно, что заключить мир на приемлемых условиях не получится и поэтому в 1689 году султан Сулейман II во главе своей армии прибыл в Софию, после чего начал движение по направлению к Белграду, планируя вернуть контроль над городом. Добравшись до окрестностей Белграда, османы обнаружили небольшую армию австрийцев, которая не решившись вступить в бой, отступала. Султан приказал преследовать противника, это решение оказалось роковой ошибкой. Во время преследования противника османская армия попала в ловушку и ночью подверглась мощному артиллерийскому обстрелу. Понеся серьезные потери, османы были вынуждены бросить свою артиллерию и начать отступление по направлению к Софии. Этим воспользовались австрийцы, которые в сентябре начали собственное наступление, в ходе которого им удалось сломив сопротивление местного гарнизона овладеть городом Ниш. Планируя открыть второй фронт, небольшая австрийская армия вторглась на территорию Валахии и начала движение по направлению к Бухаресту. Но благодаря совместным действиям османских отрядов и армии валашского князя, австрийцы были вытеснены с территории Валахии. Османы попали в довольно сложную ситуацию, поэтому султан был вынужден действовать. В первую очередь он вернул должность великого визиря Фазыл Мустафе Паше, а также начал спешно собирать армию, проводя мобилизацию мусульманского населения во всех частях Османской империи. К началу 1690 года Османской империи удалось собрать огромную армию и начать наступление, планируя отбить утраченные ранее территории. Уже в сентябре 1690 года Османской армии удалось вернуть контроль над городом Ниж, после чего Османы продолжили наступление вдоль реки Дунай. Добравшись до окрестностей Белграда, Османская армия начала осаду города. Несмотря на сопротивление австрийского гарнизона, уже 8 октября город попал в руки Осман. Тем временем, вторая Османская армия осадила город Осиек. Османы планировали продолжить движение вдоль реки Дунай, чтобы объединиться с осаждавшей Осиек армией и продолжить движение по направлению Губуде. Но начались проливные дожди и Османы были вынуждены отложить дальнейшее наступление. После потери Белграда, австрийцы начали спешно собирать силы, чтобы вернуть город. В свою очередь, Османский визирь понимал планы противника. Поэтому в 1691 году он выступил на встречу наступающей австрийской армии, не дожидаясь прибытия крымских татар, чтобы застать австрийцев врасплох. Сражение произошло 19 августа 1691 года поблизости отселения Слан-Камен. Несмотря на численное преимущество и эффект неожиданности, удача отвернулась от Османской армии, которая была разбита в бою, а сам великий визирь погиб. Остатки Османской армии, бросив артиллерию и казну, спешно отступили в Белград и заняли оборону в городе. В войне образовалось временное затишье, во время которого австрийцы сосредотачивали силы в Петровородине, который располагался недалеко от Белграда. При этом основные силы австрийцев были задействованы в войне против Франции, поэтому попыток захвата Белграда они не предпринимали. В 1695 году умер османский султан Ахмед II и его место занял Мустафа II, который твердо решил вернуть занятые австрийцами территории. Воспользовавшись тем, что основные силы Священной Римской империи увязли в боях с армией французского короля, османы смогли нанести целый ряд поражений австрийским отрядам, но тем не менее выбить противника из Трансильвании им так и не удалось. 18 апреля 1697 года Мустафа II во главе 100 тысячной армии начал поход, намереваясь вернуть контроль над захваченными австрийцами территориями. 11 августа 1697 года османская армия добралась до окрестностей Белграда, а 18 августа она выступила в поход, чтобы выбить австрийцев из Петровородина и тем самым избавиться от угрозы атаки австрийцев на Белград. Тем временем на помощь защитникам Петровородина спешила 70-тысячная австрийская армия под командованием принца Евгения Савойского. Когда австрийская армия добралась до Петровородина, то обнаружила в окрестностях города османскую армию. Австрийцы приступили к маневрам, так как планировали завязать сражение с османами в таком месте, чтобы до противника доставала артиллерия из Петровородина. В свою очередь османы разгадали план противника и также приступили к маневрированию, чтобы завязать сражение в удобном для себя месте. Маневры двух армий продолжались до сентября, когда османы приняли решение покинуть окрестности Петровородина и начать движение вдоль реки Тиса, чтобы добраться до окрестностей крепости Сегет и взять ее штурмом. В свою очередь австрийцы под командованием Евгения Савойского начали движение вслед за противником, но при этом держались от него на отдалении. Следует отметить тот факт, что османы не знали, где именно находится противник, в то время как находившаяся на службе австрийцев сербская легкая кавалерия постоянно следила за армией султана. Спустя некоторое время сербским всадникам удалось взять в плен османского офицера, от которого они смогли узнать о том, что султан планирует переправиться через реку и отвезти свою армию в Кемишвар на зимовку. 11 сентября 1697 года османская армия начала переправу через реку Тиса, поблизости от селения Зента. К 4 часам дня на противоположный берег реки Тиса успела перебраться практически вся османская кавалерия во главе с султаном, а также вся артиллерия. Так как османам предстояла длительная переправа, они занялись возведением оборонительных сооружений, но не успев завершить работы, заметили приближающуюся имперскую армию во главе с Евгением Савойским. Чтобы застать противника врасплох, австрийская армия совершила 10-часовой форсированный марш и была готова сразу же вступить в бой. Прибыв к месту переправы османской армии, Евгений Савойский заметил, что противник не успел завершить строительство оборонительной линии на правом фланге. Вишив, что более подходящего момента для атаки придумать сложно, Евгений Савойский приказал своей армии формировать боевые построения и готовиться к началу сражения. Расположив пехоту в центре, а кавалерию на флангах, австрийская армия начала штурм османского лагеря. Первая атаковала противника австрийская кавалерия на левом фланге, которая планировала стремительным ударом прорваться в османский лагерь через брешь в его укрепление. Османская пехота встретила атакующую австрийскую кавалерию плотным ружейным огнем и заставила ее отступить. В этот момент до брешь и в османских укреплениях добралась австрийская пехота и связала противника боем, позволив своей кавалерии перегруппироваться. Совсем скоро кровопролитная битва завязалась по всему периметру османского лагеря. Османы оказывали ожесточенное сопротивление, но когда в бой вернулась австрийская кавалерия, правый фланг осман начал пятиться назад. Великий визирь, который командовал обороной лагеря, понимал, что положение его армии стремительно ухудшается. Поэтому он направил находившиеся в резерве отряда кавалерии в атаку, чтобы они отбросили противника от брешьи в укреплениях на правом фланге. Атакующая османская кавалерия была встречена плотным ружейным огнем и увязнув в рукопашной схватке, так и не смогла переломить ход сражения на правом фланге. Австрийцы, сдержав удар османской кавалерии, продолжили теснить противника. Чтобы усилить натиск, Евгений Савойский направил дополнительные отряды пехоты из центра на левый фланг своей армии. Получив подкрепление, левый фланг австрийской армии, усилив натиск, прорвал оборону противника и смог добраться практически вплотную к переправе. В этот момент австрийской артиллерии, которая на протяжении всего сражения обстреливала османский лагерь, удалось уничтожить мост. Следует упомянуть о том, что вместе с мостом были уничтожены находившиеся на нем османские отряды. Известие о том, что единственный путь отступления был уничтожен, вызвало панику среди защитников османского лагеря. Совсем скоро оставшиеся в лагере османы сдались, а султан, осознав, что битва проиграна, приказал остаткам своего войска спешно начать отступление. Так как уже начинало темнеть, Евгений Савойский решил не преследовать противника. Следует упомянуть о том, что в битве при Зенте османская армия потеряла около 30 тысяч солдат убитыми и пленными, а также большую часть своей артиллерии. Поэтому сил для того, чтобы продолжать войну против Священной Римской империи у султана просто не осталось. В свою очередь, Священная Римская империя, благодаря победе над османами, а также благодаря тому, что в 1697 году закончилась война за Пфальское наследство, обладала необходимыми силами для того, чтобы продолжить наступление вглубь Османской империи. Но при этом Леопольд I прекрасно понимал, что совсем скоро умрет бездетный король Испании Карл II, а следовательно непременно начнется война с Францией. Именно поэтому было принято решение начать мирные переговоры. 26 января 1699 года был заключен Карловицкий мир, по условиям которого Османская империя признавала переход под власть Леопольда I во всей Венгрии и Трансильвании. На этом Великая Турецкая война завершилась. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.